Здравствуйте! В эфире новости Дагестан, в студии Патимат Ханапова. И в начале краткий анонс. За газ ответит Сагаз. Пострадавшим в результате пожара на улице Лаптева будет возмещен ущерб. Опять и снова тюлени. На побережье Каспийского моря специалисты нашли 8 туш краснокнижных животных. Осквернение священной книги недопустимо. Муфтиад Дагестан осудил публичные акты сожжения Корана в Европе. 80 миллионов на одно село. На что потратят федеральные деньги в древнем ауле Огульского района? Смотрите в выпуске. Пострадавшим в результате пожара на улице Лаптева будет возмещен ущерб. Об этом сообщил градоначальник Резван Газимагомедов на встрече с жильцами. Сейчас специалисты составляют акты для оценки нанесенного убытка собственникам 11 квартир. Выплаты будут осуществлены страховой компанией Сагаза. Напомним, что возгорание в многоквартирном доме произошло из-за высокого давления газа. Два человека пострадали. Состояние их оценивается как удовлетворительное. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Тюлени продолжают гибнуть. На побережье Каспийского моря специалисты нашли 8 туш краснокнижных животных. Отметим, что в декабре прошлого года сотрудники мэри Махачкалы выявили более 2,5 тысяч мертвых тюленей. В начале января были обнаружены еще 50 нерп, выброшенных на берег. Наибольшее количество погибших особей было найдено в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка. По предварительным исследованиям, причиной их гибели мог стать птичий гриб. Штамм вируса обнаружен в тушах млекопитающих. Но, как отмечают ученые, версия преждевременная, так как исследование еще продолжается. Муфтиат Дагестана осудил акты о сквернении Корана в Европе. Заявление прозвучало в центральной джумой мечети Махачкалы. Там накануне прошло мероприятие, посвященное почитанию священного писания, на которое собрались тысячи дагестанцев. Подробности в сюжете Хамзы Нурмагомедова. События в Швеции, Дании и Нидерландах взбудоражили сердца миллионов мусульман. Радикалы публично подожгли и вырвали листы копии Корана. Глумление над Кораном повторилось и в пятничный день. На этот раз возле мечети Копенгагена в окружении военных во время призыва на молитву. Мусульмане всего мира, в том числе в Дагестане, остро осуждают подобные кощунственные акты и в знак почитания к священному Корану. Практически во всех мечетях республики проходят вечера Корана. Муфтиат Дагестана выступил с официальным заявлением в центральной джумой мечети Махачкалы. Эти люди пытаются спровоцировать мусульман на ответную реакцию или породить волну насилия. Муфтиат Дагестана порицает, осуждает подобные действия. И хочу отметить, что такие провокации не имеют никакого отношения к свободе слова, свободе совести. То, что они сжигают, они сжигают бумагу. Но они не смогут стереть Слово Всевышнего с сердец миллионов мусульман, которые знают Коран наизусть. Эта акция подготовлена для того, чтобы расколоть общество, поднять антиисламские настроения, спровоцировать ответные действия. И такие действия, подобные действия являются показателем трусости перед исламом. И поэтому Муфтиат Дагестана призывает мусульман не поддаваться на подобные провокации. А лучшим ответом на эти выходки станет усердное изучение священного Пурана, нашей религии, чтобы показать ее красоту и величие. В главную столичную мечеть собрались тысячи верующих. Ученые ислама говорили о величии, силе неповторимости и непревзойденности Корана. Малдии хафизы читали строки священного писания. Разве можно на такие подобные поступки людей реагировать равнодушно? Конечно же, это, ну, как вам сказать, если говорят у нас даджал, даже Махаба, вот это подобие даджал. Ну, остальное уже, как сказали сегодня, Коран, рука Всевышнего, он ее нам спустил, он ее сохранит до конца нашей жизни. Ну, не будем им угодобляться, будем вот так почитать. Ценность Корана будем объяснять. И предоставить Аллаху, Аллах на себя взял, сохранить Коран до судного дня. Аллах с ними расправится, как же сам почитает нужным. Вот как раз я на днях, когда увидел, честно сказать, очень крепкая злость на это было, когда я видел, и было неприязнь. Еще такой вот момент, благодаря этому, может быть, Аллах милость проявит или еще сердце откроет ему. Ну, что скажешь об этом мероприятии? О, Машалай, вы что, вы что, просто благодать. Что еще сказать, чувства хорошие, эмоции хорошие. Организаторы также провели образовательную викторину и правильно ответившую на вопрос дарили Коран. Мероприятие завершилось коллективной мольбой за мир, процветание и благополучие на всей земле. Хамз Нурмагомедов, Ислам Халиков, Мурат Бегварзов. Новости телеканала ННТ. Команда архитекторов прибыла в село Реча Агульского района для разработки проектно-сметной документации по реконструкции древнего аула. Напомню, что Реча стала лауреатом Всероссийского конкурса лучших идей по благоустройству малых городов и исторических поселений. В составе делегации архитектор-урбанист Филипп Якубчук. По его словам, работы начнутся уже летом текущего года. Это один из первых проектов, который выиграл именно в селе. Обычно выигрывают малые города, а здесь у нас уникальная ситуация, потому что село постаралось, сделали село историческим поселением, получили этот статус. Благодаря этому статусу мы можем привлечь федеральные деньги на благоустройство села. Сейчас мы провели топосъемку вчера, приезжали геологи, приезжали инженеры, строители. Вот сейчас мы с архитектором Маргаритой Тюриной будем делать обход территории проектирования для того, чтобы уже более точно приспособить проект к местности. Отметим, что на реализацию проекта из федерального бюджета выделены более 80 миллионов рублей. На эти средства отремонтируют центральную улицу, где расположены главные общественные пространства села. Родник, Гадикан, площадь Уджима-Мечети и памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Собственная студия по изготовлению рекламы, кондитерское и трудоустройство в Почту России. Как проект, социальный контракт помогает жителям Избребаша реализовать себя, проверил министр труда и социального развития республики. Карим Гамарев, продолжение темы. Расита Исаева благодаря социальному контракту смогла открыть свое рекламное агентство. Девушка считает, что подобного рода социальный проект помогает многим и очень благодарна за поддержку со стороны государства. Казалось, что это будет волокитное дело, беготня, это все, но все хорошо, быстро получилось. У меня устарела аппаратура, все, и не хватало возможности, чтобы открыть офис. И вот благодаря социальному контракту я приобрела все необходимое. С августа месяца, как я открылась, я даже была сама удивлена, уже есть клиенты, все какалы, какие-то. Я отчитываюсь каждый месяц, и видно по отчетам, что доход растет. Конечно, много очень таких полезных программ бывает. Я и в ГАДСОН трудоустроена была тоже по программе трудоустройства инвалидов. Это контракт для многих людей, которые просто не знали, чем заняться. Многим помоги, я реально знаю таких людей тоже и в нашем городе. А вот многодетная мать Луиза Багрянцева решила открыть свою кондитерскую для страдающих аллергией и диабетом. Женщина говорит, что в ее продукции нет сахара и химических добавок. Подтолкнула Луизу к этому болезнь одной из дочерей. Это основная наша программа, сейчас работаем еще над двумя продуктами. Это пастилан без сахара для детей и мангалат. В дальнейшем, надеюсь, мы сейчас... С спросом пользуются? Да, с спросом пользуются, так как на сегодняшний день очень много детей аллергиков, диабетиков. То есть это болезни стали молодеть со временем. Соответственно, с спросом эта продукция пользуется. Кто-то у них никак не доверяется в продукцию. Максимум это натуральные красители и натуральные вкусовые добавки. Далее Мурат Казиев посетил отделение Почты России, куда была трудоустроена Виктория Кобзарева. Глава ведомства поинтересовался у Виктории об условиях на новом месте работы и предложил озвучить имеющиеся замечания и предложения. До этого вы работали где? До этого я работала поваром в школе. И после этого пришла на беду туда, тоже хотела поваром работать. Но так как вот получилось, предложили мне работу сюда, я согласилась. Честно, очень даже помогла. Так как я и мой муж, мы только устроились на работу, еще как бы ни зарплата, ни денег, ничего. Помощь от соцконтракта нам очень помогла. Как бы на первое время, вот как фундамент для дома. Отметим, что в 2022 году благодаря реализованному Минтруда Республики проекту «Социальный контракт» более 6,5 тысяч малоимущим семьям Дагестана удалось улучшить свое материальное благополучие. Карим Гамаев, Мурат Бекбарзов. Новости ННТС Бирбаш. Работа с молодежью должна быть в приоритете. В Махачкале прошло мероприятие, приуроченное ко дню российского студенчества, которое традиционно отмечается 25 января. Поздравить молодежи, поговорить о совместных планах на будущее пришли почетные гости. Это представители министерства и ведомств, депутаты Народного собрания и общественники. Говорили о профилактике наркомании, противодействии идеологии экстремизма, о развитии волонтерского движения и о многом другом. Активисты молодежного движения были отмечены благодарственными письмами. Хочу поздравить нашей молодой же здоровой активности в общественной жизни, в силу неба и интересной и вникальной учебе. А те, кто уже вышел из этого возраста, в душе всегда осталось молодым. Спасибо за внимание. Это были все новости на сегодня. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова